МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Путевке в Малый Хадж газета «Ассалам» провела жеребьевку среди своих постоянных подписчиков. Столичные боксеры в числе лучших. Мастера кожаной перчатки из Махачкалы отличились на чемпионате Дагестана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне ночью в Махачкале девочка покончила с собой, бросившись из окна многоэтажного дома. Известно, что ей было 13 лет и пока не ясно, что побудило подростка выпрыгнуть с 12 этажа. Инцидент произошел напротив одного из торговых центров города на пересечении улиц Шамиля и Гамидова. Место сразу же было отцеплено прибывшими нарядами полиции. Сейчас следствие изучает все детали происшествия. К другим темам. До конца следующего месяца должны быть готовы предложения по переселению людей из аварийных хаспийских общежитий. Такое поручение дал Сергей Меликов по итогам встречи с жильцами. Варианты решения вопроса будет рассматривать специальная рабочая группа, куда войдут руководители органов власти и собственники квартир ветхих домов. Я думаю, что в течение месяца, максимум полутора, мы все варианты с вами продумываем. Потому что нам тянуть дальше не надо. Надо начать. А месяц полтора это для того, чтобы мы все взаимно и взаимно прийти. Желание очень много. Отметим, что проблеме ветхих хаспийских общежитий более 10 лет. Люди не единожды заявляли о ней. Телеканал ННТ также многократно освещал ситуацию. Однако за эти годы власти так и не нашли возможности улучшить условия жильцов. Очень большое желание было бы тому, чтобы такие форматы совещаний были на уровне города. Чтобы не выносить хотя бы мелочь на уровень республики. Все это можно было решить раньше. Все это можно было объяснить раньше. А сегодняшнее решение, что до конца апреля уже должны принять какое-то решение по нашему переселению. Учитываться должны желания, не капризы, а именно желания законные народа. Поэтому особая благодарность. И мы очень надеемся, что как сегодня в формате таком, конкретном, чтобы следующие наши встречи именно состоялись в таком формате, чтобы нам уже документально дали локации по всеми общежитиям. Общественный транспорт между Махачкалой и аэропортом запустят уже в апреле. Об этом сообщает Министерство транспорта в республике. Напомним тему отсутствия регулярного маршрута. На этом направлении поднимали местные жители в ходе прямой линии главы Легистана, которая состоялась 25 января. В конце февраля региональный Минтранс объявил конкурс на выполнение пассажирских перевозок до аэропорта из двух точек Махачкалы – от Южной автостанции и проспекта Гамзатова. Сергей Меликов принял участие в открытии аллеи героев на территории войсковой части 102-й отдельной бригады оперативного назначения, дислоцированной в Махачкале. Право открыть мемориальную доску предоставили командирам подразделений, участвовавших в СВО, отличившихся при освобождении Бердянска и в других сражениях. Мероприятие в память о погибших в ходе спецоперации «Бойцах» приурочено ко дню Национальной гвардии России, который отмечается 27 марта. А накануне дагестанские росгвардейцы пригласили в гости школьников. На базе управления ОМОН «Ягуар» провели день открытых дверей. Ведомства пришли учащиеся профильного класса из столичной школы номер 10. Вместе с бойцами отряда юные гости почтили память погибших сотрудников и возложили цветы к мемориалу. Также учащиеся зачитали письма, адресованные участникам СВО. Для школьников провели урок мужества. Здесь же была развернута выставка вооружения и техники. В завершение дети смогли попробовать свои силы на полосе препятствий, где ежедневно занимаются бойцы отряда. В духовном центре начали проводить коллективные фтары. Ежедневно представители каждого муниципалитета собираются на территории мечети. Помимо коллективного разговения по окончанию дневного поста, для участников мероприятия проходит насыщенная культурно-просветительская программа. В первые два дня в центре собрались тысячи жителей и выходцев из Кизлюртовского и Цумадинского районов. Среди присутствующих также разыграли путевки на Малый Хадж Умра. Цель подобных собраний – объединение народов, распространение добра, а также улучшение нравов населения, отмечают организаторы. И неожиданный подарок в Рамадан. Газета «Ас-Салам» в центральной джомомечети провела жеребьевку среди своих постоянных подписчиков. Трое читателей издания на русском, аварском и кумыкском языках выиграли путевки в Малый Хадж Умра. Накануне их пригласили в редакцию, где официально вручили сертификаты на бесплатную поездку в святые места Мекки и Медины. Никогда не думала, что я это выиграю. На эту землю я поеду. Когда я слышала, что эту цену подняли, я думала, наверное, я уже туда не попаду. Радовалась, конечно, до утра не могла спать. И звонок с мухтята, с мечети центральной, что я выиграл путевку. Честно говоря, радости было очень-очень много. Первый раз в жизни я выигрываю что-то подобное. Мне никогда ничего не выигрывал. И вот такое выиграл. Машаллах, аль-хамдулля. Я каждый год подписываюсь, я даже не помню, но с 2006 года, по-моему, каждый год подписываюсь. Ну, бывало даже так, когда мы отправляли в хаджу, я если пропадал, я рядом стоял. Ну, как-то продолжаю. Когда ты там побываешь, это, как сказать, это тянет туда. Ну, человек, который там был, только поймет это. И о спорте. Боксеры из Махачкалет лечились на чемпионате Дагестана. Соревнования прошли в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Награды в 13 весовых категориях разыграли около 100 участников из 11 муниципалитетов. Старичные боксеры завоевали 4 медали высшие пробы. Конкуренцию им составили Каспийчане. У них 3 золота. По разу на первую ступень пьедестала поднимались спортсмены из Хасавюрта, Кизелюрта, Избирбаша, Дагагнея, а также из Кизелюртовского района. Дагестанские дюдоисты выступят на континентальной лиге. Первый этап международного командного турнира пройдет 8 апреля в Москве. В столице страны нашу сборную представит Каспийский клуб «Вуд Глейд». И помимо наших спортсменов на турнире выступят еще 19 команд из России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Индии и Ирана. Дюдоисты будут бороться в пяти весовых категориях. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!